итак друзья всем привет мы можем с вами приступать к построению работы я убрала все лишнее оставила только то что нам необходимо в самом начале и начнем с вами как обычно с рисования рамочки за которую мы не будем заходить из поиска центра симметрии начинаем до строим сначала отделяем по 2 сантиметра с каждой стороны рисуем эту рамочку потом находим центр симметрии после того как мы с вами построили рамочку и нашли центр симметрии мы сейчас разметим место разметим слова до места под слова и под ленточку и потом приступим к построению леттеринга и так сейчас у нас снова будет чистая математика слово вместе мы будем писать от центра наверх и высота букв у нас будет ну понятно да что в вот эта часть у нас будет выходить за то что мы сейчас отметим им тоже и буква е тоже будут сверху и снизу им а вот сами эти буквы вот эта линия она получается будет у нас верх и низ образовывать и вот высота этих букв она составляет 2 сантиметра или 4 клеточки и теперь нам нужно построить дугу и дуга это она у нас неровная она получается будет немножко так смещена то есть здесь будет выше дуга чем здесь заканчиваться до начнем с вами с того что мы разметим стороны вправо и влево где у нас будет начинаться и заканчиваться слова это будет где-то 525 сантиметров мои любимые ровные размерчики но в целом получается мы не трогаем вот эту половинку мы сразу отступаем 5 сантиметров сюда тоже эту половинку не трогаем и 5 сантиметров сюда если у вас листочек в клеточку а если не в клеточку то 525 давайте начнем с правой стороны здесь у нас получается сама дуга будет заканчиваться здесь и идти вниз тоже 2 сантиметра 1 2 3 4 на протяжении всей вот этой дуги у нас высота должна будет сохраняться 2 сантиметра так а здесь у нас с вами дуга будет заканчиваться получается находиться где-то посередине между центром этой симметрии получается что сюда 1 сантиметр и здесь да давайте тоже вот так вот сделаем получается сюда 1 сантиметр и сюда и теперь мы должны соединить эти точки можете даже проверять на протяжении вот всей дуги например вот здесь вот будет ли у вас 2 сантиметра по линеечке можно это проверить чтобы у вас высота сохранялась на протяжении всей вот этой дуги чтобы буквы не съезжали так вот можно проверять там 2 здесь 2 все хорошо отлично теперь давайте построим ленточку тоже по сантиметру можем отступить пол клеточки примерно и ленточка у нас будет смещена немножко вправо то есть вот сюда мы отложим с вами 3 сантиметра внутри 25 до опять же мои любимые неровные разметки а в эту сторону мы с вами отложим 4 сантиметра 1 2 3 4 и смотрите так мы с вами должны построить дугу но можно как раз тоже тут отступить пол сантиметра потому что здесь у нас будет линия параллельное слово вместе а вот здесь у нас получается будет уходить такая небольшая дуга небольшая волна дуга волна любимое слово в этом уроке будет дуга и смотрите сама ленточка высотой примерно 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 тоже 2 сантиметра чуть чуть поменьше чуть поменьше чем 2 сантиметра давайте 2 75 сделаем со всех сторон тоже вот это отмерим чтобы нам прийти так 1 75 1 75 извиняюсь не 2 75 меньше чем 2 сантиметра 175 и тоже соединяем вот эти стороны должны быть обязательно параллельно отлично 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 так и где-то вот по сантиметрику с каждой стороны мы отступим это у нас будут вот эти треугольнички мы прям сразу их нарисуем они тут могут быть абсолютно любыми там внутрь такими впалами вогнутыми то есть здесь как вам хочется вообще ленточку можно изменить и нарисовать какую-то другую ленту можно забить в интернете ленты да там лента для все что угодно такие вот подобные слова и вам высветится куча кучу просто разновидности ленты может быть вы захотите как-то поменять работу так теперь мы с вами должны отступить где-то по пол сантиметра с каждой стороны и нарисовать линию параллельную линии дуги тоже чтобы определить место где у нас будет располагаться наше слово слово теплее да видите мы как плавно перешли вместе пока отставили начинаем со слова теплее теперь мы отступаем еще например ну пусть будет тоже пол сантиметра от края вот этого чтобы мы не упирались в краешки ленточки и вот в этом пространстве но я бы прям поближе вот к этой линии нарисовала этот кружочек если вы его будете рисовать чтобы у нас вот это все место осталось под наше слово да вот тут нужно проверить точно ли у вас вот у меня например съехала я оставила точно у меня не параллельные линии проблема ничего выравниваем и получается что мы тоже еще по пол клеточки от этого кружочка отступаем и вот то пространство которое у нас осталось которое мы отметили вот четыре сантиметра остается у нас под слово теплее и мы должны его как получается распределить под эти буквы мы можем найти из этого места получается центр вот нас тут центр значит вот здесь у нас будет слово расходиться да то есть у нас будет вообще в слове теплее 6 букв и центр у него находится здесь все буквы здесь примерно одинакового размера даже не примерно одинакового размера соответственно мы будем тип писать слева аллея писать справа и вот мы начинаем от этого центра симметрии строить наши буквы сами буквы будут нас параллельно краю листа а вот эти верхние грани да они будут у нас параллельно нашей ленточки то есть они будут двигаться по ленте и мы с вами пишем потом у меня даже место еще осталось но и прекрасно значит здесь мы тоже примерно так должны будем сделать буква п буква е и буква т да ну примерно у нас так и получается сейчас скорее всего в этих линиях вообще ничего не будет видно что я тут написала вот эти вот засечки которые не засечки господи перекладин да у буквы е они должны идти у нас тоже параллельно краям ленты то есть можно прям даже так просить по серединке прочертите по ним наметить я в конце обязательно обведу чтобы показать вам где это слово у меня находится вот сейчас я может быть даже потолще сделаю и вы сразу увидите что я его разметил главное чтобы вас все буквы между собой не слиплись за этим тоже смотрите потолще это все сделаю теплее ну вот у меня в принципе все получилось слово поместилось теперь мы приступим ну тут ничего сложного нет здесь просто нужно грамотно да с нужными расстояниями чтобы вот эти расстояния были примерно одинаковые нужно разместить слово теплее и чтобы у вас все буквы были параллельны параллельно краю листа а все верхние грани были параллельной ленточки и теперь мы с вами приступаем построению слова вместе ой слова вместе у нас содержит 6 букв тоже но в принципе м и ты они конечно одинаковые наверное по размеру примерно будут но так у нас как у нас так как у нас у буквы м есть такой выносной элемент и он нам получается мы как будто бы рисуем букву и да по размеру а вот этот вот 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 эта часть она не занимает место именно в нашем пространстве слова поэтому у нас будет смещена композиция немножечко влево то есть буква т будет в данном случае больше чем буква м и соответственно под т нам нужно ставить больше места соответственно в середине ну чуть-чуть вот смещенная вправо у нас будет буква с и сейчас мы без какого-либо объема размечаем наше слово помните да что у нас мы не идем вот по дуге как я рассказывал уже что у нас есть несколько вариантов распределения букв внутри дуги мы можем идти по дуге а можем эти тоже вот как мы здесь шли в ленте параллельно краю листа то есть друга у нас вот так мы верхние грани смещаем а вот тут идем параллельно краю листа и значит смотрите в чем особенность скрипта то что да мы можем рисовать ровные буквы но у скрипта обычно красивее смотрится если он ну букву немножко под наклоном и вот здесь мы будем сохранять этот наклон но он не будет получается это не наклон по ленте а наклон именно самого слова самих букв да и собственно вот мы по нему идем но я думаю что у вас не возникнет проблем потому что буквы довольно большие для того чтобы прям заметить вот эту разницу заметите вот эту разницу наклонов по дуге она или не по дуге можно ввести всех заблуждение так мы с вами вмещаем буквы наше пространство здесь ничего особенного нет единственное нужно помнить откуда у каждой буквы идет какой элемент да что буква т у нас рисуется не вот так буква т у нас рисуется вот так потому что это ну те кто знает основа каллиграфии они с этим легко справиться те кто не знает ну либо вы можете посмотреть как вообще буква пишется либо вот я вам говорю что буква т она пишется вот так то есть у нас вот этот элемент выходит из низа они из середины так не рисуем так и здесь тоже буква в у нас такая немножко нестандартная у нее довольно места нет даже что букву нарисовать у нее довольно массивный верх и как я говорила что под вот эту верхнюю часть буквы в мы место не оставляем да то есть он это не она не входит в эту высоту вмещаем и буква м вот тут буква м да важно них не вписаться в ленту может быть в этом плане даже удобнее сначала было построить слово вместе а потом уже построить ленту так буква м у нас посмотрим может быть у меня не влезет но в общем то в чем наш смысл сейчас вместить это слово в это пространство ну что ж я вместила слово и поняла что я в итоге написала все таки по дуге потому что у меня вот тут прям параллельно краю здесь тоже у меня идет правильно то есть меня вот так вот пошло по дуге ну в принципе если у вас так получилось то это тоже круто это тоже правильно главное чтобы у вас буквы не были в разнобой да вы либо пишите параллельно листу либо пишите по дуге смотрите что еще хотел сказать вот здесь у нас буква м она получается будет как обрезанная то есть мы вот эту часть буквы в она у нас такая большая что мы здесь буквы м обрезаем но у нас м она не теряет очертания поэтому это все хорошо про букву е что хочу сказать буква е у нас рисуется не снизу не там сверху но если это не ваш задумка какая-то она рисуется с центра то есть у нее вход вот в центре вход именно в окружность в эту поэтому ну вот в каллиграфии много таких тонких моментов да очень важно попробовать хотя бы попробовать хотя бы один алфавит написать несколько раз чтобы понять вообще как строится буквы буквы как именно писать буквы пером там или брошпеном или кистью ну чем угодно главное чтобы просто понять как у вас идет рука в каком направлении и как буквы создаются после того как мы разместили слово мы с вами создаем толщину толщину в принципе может делать тоньше толще это на ваше усмотрение главное понимать где ее строить и как мы это будем понимать значит я сейчас буду ввести буквы и говорить прям где тонко где толсто когда мы идем вверх у нас тонкая линия когда мы идем вниз у нас толстая линия и мы идем вверх тонкая линия и вот соответственно где я говорила что мы идем вниз у нас толстая линия и это правило соблюдается там в каллиграфии пером в каллиграфии брошпеном то есть толщина у букв она не просто так она именно по направлению кисти и и сейчас я буду делать у всех букв примерно такой же я прямо сейчас вам буду объяснять мы идем вниз идем вверх идем вниз вверх вниз за здесь тоже вверх вниз вверх вверх вниз вверх вот здесь мы идем получается вверх мы ушли и идем вниз вниз вверх вниз вверх вот здесь опять мы идем с вами вверх То есть мы вот отсюда пришли, идем вверх, вниз, вверх и вот здесь немножечко вниз. Но вот эти выносные элементы я вот здесь не буду делать толщину от того, что я иду вниз, потому что она будет очень тяжело смотреться. Но вот в остальных буквах я буду это соблюдать. И сейчас, в принципе, как мы наращиваем толщину, тоже смотрим по месту, где у нас сколько места осталось, чтобы это было гармонично. Главное, по правилу, что у нас все, что идет вверх, это тонкая линия, и все, что идет вниз, это толстая линия. Ну что ж, я, в принципе, нарастила объем. Мне кажется, конечно, здесь вот «в» далековато. Я, наверное, сделаю чуть побольше вот этот выступ. И, может быть, буквой «м» немножечко подниму вот эту часть. Я бы даже ее, наверное, сместила чуть-чуть, потому что сейчас мне кажется, что буква «м» и между буквой «м» и буквой «в» очень большое расстояние. Да, зачем мы здесь с вами следим? Следим за межбуквенными расстояниями, внутребуквенными расстояниями и за толщиной. Значит, смотрите, у нас вот здесь, 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 здесь должно быть примерно одинаковое расстояние. А вот здесь вот эти пустоты, они тоже не должны быть прям, ну, прям сильно отличаться. Они должны быть такие примерно одинаковые. Понятно, что у буквы «в» в принципе пустота больше, но вот это самое широкое место, оно должно быть, ну, примерно одинаковое. Вот здесь тоже, за этим следим. За засечками, вот не за засечками даже, а за окончанием вот этих штрихов вы можете их сделать вот такими, как у меня, да, такими прямыми. Можете сделать их округлыми, можете их сделать какими-то там заостренными. То есть здесь главное, чтобы у вас повторялось все. Можете имитировать кисть, да, если вы найдете алфавит какой-нибудь каллиграфический, то можете посмотреть, какие там есть окончания этих букв и, исходя из них, уже сделать так, как вам больше нравится. Так, хочу вот тут уменьшить все-таки. Да, у меня работа, опять же, да, очень грязная, потому что, ну, я, конечно, в принципе, сама работаю не очень чисто всегда. Ну, это моя такая особенность. Люблю сразу пожирнее сделать. Ну, и плюс я сейчас стараюсь все-таки максимально видно, чтобы вам было надавить на карандаш, а бумажка такая хиленькая, поэтому здесь у меня уже до дырок протерто. И я закрашиваю внутри, потому что, если мы закрасим внутри, то будет более понятно, толщина у нас одинаковая или нет. Ну, вот здесь у нас, да, чуть-чуть побольше все-таки расстояния. Я, наверное, не буду с этим заморачиваться, чтобы вот мне сейчас... Можно просто, да, букву М немножечко подвинуть, вот здесь вот убрать этот объем и здесь тоже немножечко ее сдвинуть, прям чуть-чуть. Вот она, мне кажется, огромной теперь получилась, поэтому, может быть, и не стоит убирать. Ставлю так, как есть. Так. Ставлю так, как есть. Но все равно нужно помнить, да, о том, что здесь расстояния должны быть примерно одинаковые. Не здесь, вот здесь, между буквами. Должны быть примерно одинаковыми. Так, сейчас еще нарисуем сердечко. Ну, здесь ничего сложного нет, мы просто посерединке вот здесь его рисуем. Вот так. Можете нарисовать другое сердечко, можете вообще другой элемент нарисовать. Не принципиально. Элемент простой получается не с первого раза. И рисуем такие вспышки. Главное, чтобы они тоже у вас не сливались с буквами. Сейчас я все обведу, все, что точно мне нужно. Уберу лишние детали. И мы с вами приступим к созданию копирки, чтобы переводить работу на чистовик. Ну, что же, я все разметила вроде. Кроме этих вот вспышечек, поровнее их немножечко хочу сделать. Подстерла, что смогла, потому что у меня тут, конечно, уже бумага на последнем издыхании. Ну, я думаю, что еще сама бумага просто такая слабенькая. Но в любом случае я давила очень сильно. Не буду уже тут мучить ее. И что, я беру листочек и создаю копирку. Переворачиваем. И все это заштриховываю карандашом мягким. Конечно же, я забыла вам рассказать про скрепки, но я думаю, что они у вас недалеко. В принципе, я заштриховала работу с обратной стороны. Теперь все это прикрепляю к чистовику и обвожу. Сейчас расскажу, что обводить. Ни в коем случае мы не закрашиваем вот прям то, что там внутри мы закрашивали. Мы обводим только по внешним контурам. То есть покажу на примере буквы В. И стараемся опять же обводить одной линией. У меня, конечно, крафт-бумага. По ней там жутко неровно сейчас все будет. Но стараюсь обводить. И вот эту часть обводим. Никакого внутри закрашивания, ничего не нужно делать. И так мы обводим всю композицию. Вот это мы обводим все в одну линию. И вот это. Никакую толщину не прибавляем. Это уже сделаем белой ручкой. Так, друзья, я все перевела. Если вы видели, я прям так все выдавливала. Потому что на крафте очень тяжело отпечатывается. И, в принципе, очень такая неровная поверхность, что тяжело на нее переводить. Вот. Я сейчас пройдусь все равно клячкой. Аккуратненько, конечно, чтобы было хотя бы что-то видно осталось. И начну все это обводить белой ручкой. Сначала я просто все это обведу белой ручкой. Вот взяла даже черный листочек уже, чтобы расписывать ручку. И потом уже начну внутри все прокрашивать. Честно скажу, я пробовала, конечно, белой ручкой по крафт-картону рисовать. Но уже не помню, насколько он будет ярким или не ярким. Поэтому, можно сказать, буду сейчас делать наугад. Надеюсь, что все получится. Так, я все это прошла. Теперь я буду просто по второму кругу обводить. И уже закрашивать внутри белой ручкой несколько слоев, скорее всего, чтобы это смотрелось поярче. Ну и, собственно, рисовать все буквы. Все выравнивать, чтобы оно было уже более-менее прилично. Итак, друзья, я закончила обводить все это в первый слой. И что я могу сказать? Это был мой такой эксперимент. До этого на крафт-картоне я рисовала только акрилом. И решила попробовать рисовать белой гелевой ручкой. Впечатления очень такие смазанные, потому что крафт-картон довольно рыхлый. И он впитывает белую гелевую ручку. И она получается не такой яркой, как, например, на черной бумаге. Вот здесь вот можно даже это видеть. И за счет этого тяжелее рисовать еще. То, что он рыхлый и впитывает все вместе. Но, не знаю, сейчас я попробую еще в один слой все это обвести. И, может быть, все-таки прибегну к каким-нибудь, ну, не знаю, либо к линеру, либо к золотой, либо к серебряной гелевой ручке. Ну, то есть чем-то, может быть, обведу. Но пока, не знаю, может быть, так оставлю. Ой, попробуем. Что могу сказать? Я прошла вторым слоем, белой гелевой ручкой. И это было лучше, чем первый слой. Было более легко наносить белую ручку. Она была более управляемая, потому что, когда я первый раз обводила, из-за того, что картон пористый, все, конечно, ездило, прыгало и так далее. Получилось не совсем идеально, не совсем ровно, конечно, как я планировала. Как, например, вот здесь, да, все аккуратненько. Или, как, например, вот здесь. Потому что бумага довольно гладкая. Но, в любом случае, в принципе, результатом я довольна. И, наверное, я даже не буду ничего добавлять. Оставлю как есть. Смотрите, по обратной стороне я ничего не делала. Но я могу сейчас прям, ну, как, не то что импровизировать. Я думаю, что здесь нет ничего сложного. Просто нарисовать строчки и немножечко украсть. Так, я закончила. Сейчас такой лайфхак покажу. Ну, не везде так можно, конечно, провернуть. Вот такую я беру кнопочку. Если я где-то лишнего зашла, я немножко соскабливаю. Это, как знаете, в школьное время, когда ошибалась я. Мама лезвием тоже ошибки затирала. Здесь, да, у меня немножечко криво получилось. Не уверена, что уже можно будет это скрепочкой исправить. Но можно попробовать. В принципе, единственное, что как бы крафт картона сам по себе неровный. И это здесь и незаметно будет сильно, да. А вот на другой бумаге, конечно, вы какие-то крупные косяки, да. Вы так не исправите. Поэтому лучше стараться не косячить. Вот, в принципе, здесь ничего сложного я не сделала. Нарисовала сердечко такое же, как на лицевой стороне. Сделала 4 строчки по сантиметру высотой. И здесь тоже нарисовала такие загогулины. Вот, в принципе, все. Сейчас я уберу тогда все инструменты, которые уже нам не нужны. Все это убираем, убираем, убираем. И хвастаемся нашей работой. Что могу сказать? Мне больше всего нравится на фиолетовом фоне. Но после того, как я вставила вот эту работу на мокап в крафте, мне так захотелось попробовать ее нарисовать на крафте. Конечно, вставленная на мокап работа выглядит круче. Но мне, в принципе, понравился эксперимент. Я почувствовала бумагу, почувствовала новый инструмент. И надеюсь, что вы тоже со мной что-то новое узнали, поэкспериментировали и получили вот такую крутую открытку. Опять же, вы можете за мной не повторять, не делать на крафте, а делать на чем-то другом. Это не возбраняется, только приветствуется. Можете что-то менять, добавлять новые элементы и получать свои индивидуальные открытки. Ну что ж, сейчас я с вами прощаюсь. До встречи на следующем уроке. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»